Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 4 ноября, Православная Церковь совершает празднование Казанской иконе Божией Матери. После покорения Иоанном Грозным Казани в столице Царства Татарского в 1552 году и последовавше вскоре за этим учреждение Казанской архиепископской кафедры в 1555 году в этом городе, отраковица Матроне явилась во сне Богоматерь. Она сказала, что на том месте, где находится их дом, скрыта в земле ее икона, и повелевала объявить об этом духовным и мирским властям города. Видение это не один раз повторилось. Матрона поведала об этом матери, но та оставила без внимания слова малолетней своей дочери. Наконец, отраковица увидела икону Божией Матери в огненных лучах, причем был слышен страшный голос «Если ты не поведаешь глаголов моих, я явлюсь в другом месте, но ты погибнешь». На этот раз мать послушалась просьбой дочери, устрашенной последним видением, и отправилась вместе с нею к архиепископу и воеводам. Но те не хотели им верить. Тогда, возвратившись домой, мать сама стала копать землю в указанном месте. К ней присоединились и другие, но ничего не могли найти. Наконец, когда стала копать сама отраковица Матрона, образ Пречистой Богородицы был найден и извлечен из земли. Едва только весть о чудесном обретении иконы разнеслась по городу, к ней пришли во множестве жителей Казани. Перед иконой был отслужен первый молебен. Затем ее торжественно перенесли в Благовещенский собор, на пути к которому совершилось первое чудесное исцеление, прозрел слепец Иосиф, три года ничего не видевший. В соборе получил исцеление другой слепец Никита. С чудотворной иконы, по указанию архиепископа Иеремии, был сделан список и вместе с описанием чудес отослан в Москву. По приказу царя Иоанна Грозного, на месте обретения святыни был построен храм и основан женский монастырь, в котором и поставили новоявленную икону. Матрона и ее мать приняли иноческий постриг в новые обители. Матрона в иночестве Мавра стала ее первой настоятельницей. Чудотворная Казанская икона Божьей Матери до 1612 года была местно чтимой, празднование в честь нее совершалось в день обретения 8 июля. 22 октября 1612 года во время сражения русского народного ополчения с польскими захватчиками список Казанской иконы находился в войсках князя Дмитрия Пожарского. Икона, сопутствовавшая русским в течение всего похода, была поставлена в Москве на Красной площади против Никольских ворот Кремля. Вскоре Москва была полностью очищена от вражеского нашествия. В память об этом событии царь Михаил Федорович установил в Москве второе празднование в честь Казанской иконы Божьей Матери 22 октября по старому стилю. В 1648 году, обрадованный рождением наследника Дмитрия, 21 октября во время всеночного бдения на праздник в честь Казанской иконы царь Алексей Михайлович установил праздновать 22 октября по всей России. Во время Отечественной войны 1812 года Казанская икона Божьей Матери, ставшая всенародной святыней, также указывала путь к победе русскому воинству, осеняя его вратном подвиге освобождения Матери Родины. Известны многочисленные списки с Казанской иконы, прославленные знамениями милости Божьей по всей России. Перед Казанской иконой Божьей Матери святейший патриарх Московский и вся Руси Сергий совершал молитвы во время Великой Отечественной войны. Для русских православных христиан в этой иконе и поныне воплощена идея молитвенного заступничества и ходатайства Пресвятой Богородицы за наше Отечество. Подлинный образ Казанской иконы Божьей Матери, датированный 1579 годом, и перед которым молились ратники ополчения Минина и князя Пожарского, был по промыслу Божьему обнаружен святейшим патриархом Кириллом в патриарше резиденции в Переделкино. После торжественного молебна икона вновь была помещена в Казанском соборе на Красной площади 4 ноября 2023 года. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, равноапостольного Аверкия, епископа Иеропольского Чудотворца, семи отраков Иже в Эфесе, Максимилиана, Иомблиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Эксокустодиана и Иоанна, священномученика Александра, епископа Адриана Польского, мученика Ираклия, воина и мучениц Анны, Гелесоветы, Феодотии и Гликерии, священномучеников Серафима Самойловича, архиепископа Угличского и с ним Владимира Соболева, Александра Андреева, Василия Богоевленского, Александра Лебедева-Пресвитеров и преподобно-мучеников Германова Полянского и Мины Шилаева-Архимандритов, священномучеников Николая Богословского, Николая Ушакова-Пресвитеров и преподобно-мученика Григория Воробьева-Игумена, чествуется обретение мощей священномученика Никодима Кононова, епископа Белгородского, совершается празднование иконам Божией Матери Андрониковская-Якобштадская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаименитства, а также с Днем Народного Единства. Будьте Богом хранимы и Его Пречистой Матерью. Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok